Егор, когда вам стало известно, что школа Ильина появится в ВУЗе и какие были первые впечатления лично у вас? Хоть указ о создании ВПШ имени Ильина и датируется вроде как 27 августа 2023 года, но, как мне известно, сама идея создания движения «Против» возникла 11 апреля. После обращения некоторых ребят из РГГУ к Комсомолу. Возможно, это было реакцией на презентацию данной школы Тугиным 27 января 2024 года. И в тот же день, 11 апреля, был создан паблик ВКонтакте «РГГУ против школы Ильина», благодаря которому лично я узнал о существовании этой ВПШ имени Ильина, но лишь где-то до 15 апреля. наткнувшись на пост этой группы. В тот же день я нашел информацию по Ильину и руководителю этой школы Дугину и понял, что хочу помочь этому движению. Совершенно очевидно, что в данном случае под лейблом патриотизма, любви к родине, в качестве национального героя нам пытаются протащить откровенного фашиста, каким и был Иван Александрович Ильин. И мириться с этим совершенно невозможно, потому что Иван Ильин – это в первую очередь вызов главному, наверное, символу, актуальному для нашей страны в 20 веке – победе. Победе над фашизмом, победе над нацизмом, победе советского народа в Великой Отечественной войне. Елена, вы недавно в Московской городской думе проводили круглый стол, посвященный молодежной политике. Но там, насколько я знаю, все-таки поднималась проблема возникновения школы Ильина в РГГУ. Можете рассказать об этом поподробнее? Там кто-то присутствовал из активистов, которые сейчас борются, можно сказать, с этой инициативой. Либо же разговор сам собой зашел. Там на нашем круглом столе присутствовала представитель инициативной группы Ольга Серикова, она же член московского комсомола. И, собственно, также в дискуссию включился Клим Жуков, известный историк, популяризатор истории. Поэтому, конечно, тема возникла не сама собой, хотя она так или иначе витает в воздухе. Это, наверное, одна из самых ожесточенных дискуссий в общественном пространстве за последнее время. При этом неудивительно, что ее подняли именно студенты, потому что студенты, они, как никто, чувствуют несправедливость. Они непосредственно изучают, в этом году, и историю, и философию. Поэтому прекрасно осведомлены о том, о чем на самом деле писал Ильин, и что себя представляют это дети. Действительно, если мы посмотрим на работу Ильина, мне, к сожалению, тоже пришлось с ним ознакомиться. Я ранее довольно поверхностно имела представление, но после ожесточенных дискуссий я знакомилась более подробно с работами разных периодов. К сожалению, можно констатировать, что никаких эволюций во взглядах Ильина не происходило. Это деятель, который оправдывал фашизм на протяжении всей своей деятельности. Это коллаборационист, он, мы знаем, что даже какое-то время, возможно, недолго официально работал в Ведовте Геббельс. То есть это совершенно такой одиозный персонаж, очень печально, прискорбно, что именно такой персонаж сегодня попал в официальный дискурс. Была ли какая-то информация, зачем именно нужна эта школа, какие-то объяснения? Сам Дугин как-то опубликовал в своем телеграм-канале пост, где говорил о том, что, цитата, «К сожалению, ВПШ имени Ильина вообще не затрагивает и студентов». И в целом говорил, что речь идет о курсах ДПО для проректоров по образовательной работе вузов и о пересмотре парадигм гуманитарного образования. Примерно то же самое говорил нам и Безбородов, ректор нашего вуза. Только вот мы, студенты, совсем не согласны, что это нас не касается. Я вам напомню, что Иван Ильин в 1933-1934 году работал и даже возглавлял русский институт в Берлине. И когда Адольф Гитлер в ходе государственного переворота пришел к единоличной власти, это, кстати, хочу подчеркнуть, что миф. Это миф о том, что нацисты пришли к власти демократическим путем. Они получили относительное большинство в Рейхстаге демократическим путем. А тоталитарную диктатуру они установили путем государственного переворота. И Ильин приветствовал все это. Есть его статья, хорошо известная, которая называется «Национал-социализм. Новый дух». Это статья буквально панигирик Гитлеру и нацистам, где оправдывается и государственный переворот, и жесточайшее подавление коммунистов и социал-демократов, кстати, не только коммунистов, в ранней гитлеровской Германии, и гонение на евреев по этническому признаку. Все это Ильина Добряне. Но что такое вообще идеология Ильина, даже если сегодня не говорить о его шистских воззрениях. И вообще, кстати, если вы начать цитировать, то мы сразу попадем на целый веер статей в законодательстве Российской Федерации. Есть и справедливое законодательство, поэтому статы сейчас приводить не будем. Если посмотреть на его идеологию, то это, по сути, такая, знаете, апологетика тирании. А фактически Ильин своим чувством ранга, он вообще отвергал какую-либо роль народа, роль народных масс, вообще роль людей в истории. И он ставил на первое место начальство. И что в апологетике Ильина начальство, оно всегда право. И народ должен подчиняться этому добродетельному начальству. И начальник всегда умнее работника, олигарх всегда умнее бедного и так далее. И в этой парадигме, как я уже говорила, он совершенно отказывается в субъектности народу. Ну, собственно, это такой, получается, открытый враг, на мой взгляд, социального государства. А это значит, что даже если мы выводим за скобки, хотя это за скобки выводить нельзя, его апологетику фашизма, опять же повторюсь, в 1948 году его работы, он никак не отказался от своих взглядов, просто аккуратно заявил, что нужно другим наименованием теперь, значит, фашизм именовать. Ну, все-таки Мирюнбергский процесс уже прошел, очевидно, что он также боялся преследований, ну, по крайней мере, как мне кажется. Ну, так вот, даже если это немножко отставить в сторону, то мы видим, что, по сути, Ильин, это его работа, его воззрение, они совершенно антиконституционны, потому что сегодня в нашей Конституции провозглашается социальное государство, и провозглашается, что источник власти – это наш народ. Среди студентов есть какое-то единое мнение по данной инициативе, либо же все-таки мнения разделились? Если говорить об отношении студентов РГГУ к созданию этой ВПШ в нашем ВУЗе, то большинство и не знали о том, что такое у нас открывают. Многие не знают до сих пор, но мы работаем над просвещением. Были также неравнодушные студенты, которые с интересом и вниманием следили за происходящим, потому что, несмотря на учреждение этого центра еще летом, до сих пор никаких дверей открыто не было. Никто длительное время даже не видел, чтобы там приходила хоть какая-то работа, и также сам ВУЗ предпочел как-то замалчивать эту историю. Это может быть связано с тем, что им самим неудобно или бояться вызвать ответный резонанс. А вот сейчас со студентами мы, кроме того, что ведем информационную кампанию свою, занимаемся сбором физических подписей петиции. Как известно, мы уже запустили петицию на Change.org, которая собрала уже более 25 тысяч подписей. Но, как мы понимаем, администрация не собирается воспринимать ее всерьез. И собирая физические петиции, мы общаемся со студентами и сталкиваемся с тем, что они сомневаются в том, стоит ли подписываться. Это вызвано не столько реакцией на нашу идею или содержание петиции, а каким-то страхом за то, что это может им как-то аукнуться. Как же так получается, что Ильин, который читал «Майнкамф» и все это видел, в 1933-1934 годах ничего этого не замечает, Гитлера полностью одобряет, получает от него зарплату и поет ему «Осанну». Это что, какое-то такое патриотическое действие? Нет, это не патриотическое действие. А все пытаются... Это антипатриотическое действие. А все пытаются замести это под ковер и сделать вид, что ничего такого не было. Я напомню, что даже после того, как Иван Ильин покинул пост директора русского института в Берлине, а покинул он его в результате разного рода доносов, которые на него писали же другие представители русской. В основном право радикальной эмиграции, пытаясь занять его место. И обвиняли они его в том, что он был связан с масонами, связан с большевиками. Этого, конечно, не было. Ильин был радикальным антикоммунистом и радикальным антибольшевиком. И, собственно, именно это и было его базой для сотрудничества с нацистами. На этой базе он с ними бы с удовольствием сотрудничал. Лично я против школы имени Ильина, потому что я ознакомился, как уже говорил, с его работами. И я был довольно сильно удивлен, что вообще стоит хоть какой-то разговор о том, чтобы называть школу в честь этого человека в стране, которая является победительницей фашизма. Потому что этот человек в своих трудах напрямую говорил о том, что фашизм был прав, что идеи национал-социализма, они правильные, что если где-то они ошибались, то лишь в некоторых своих подходах. И что неправы были лишь некоторые люди, по типу Гитлера. То, что германский нацизм ошибался в том, что в нем не было религии и тому подобное. То есть это труды человека, который поддерживал нацистское движение и выступал за то, чтобы разрушить Советский Союз и в целом помогал коллаборантам России. То есть это прямой враг нашей страны. Но даже после того, как его уволили от споста руководителя русского института в Берлине, он продолжал жить в нацистской Германии до 1938 года и даже стремился получить удостоверение о том, что он истинный ариец, что ему в конечном итоге и удалось. То есть до 1938 года Ильин вполне допускал компромисс с гитлеровским правительством. И я еще раз повторюсь, я не считаю убедительными указания на то, что, мол, в этот момент какие-то свидетельства о преступной сущности нацизма еще не обнаружили себя. Но нацисты еще не натворили всех тех ужасов, которые они натворят во время Второй мировой войны и не построили еще лагеря смерти. Поэтому это было нормально сотрудничать с нацистами. Ничего подобного программа нацизма уже была известна. Они уже, в общем-то, публично признались в том, чего они хотят. Это прямым текстом написано в книге «Майн камф». Это прямым текстом написано в другой программной книге нацизма «Миф XX века» Альфреда Розенберга, где совершенно неприкрыто излагаются расовые принципы построения государства в Третьем рейхе и против русских, если уж говорить непосредственно о русофобии нацистов, хотя мы понимаем, что их расовая теория была направлена не только против русских, конечно, но и против русских тоже. И вот в мифе XX века у Розенберга там просто открытым текстом все это изложено. А Ильгин всего этого как-то не замечает или во всем случае допускает возможности сотрудничества с нацистами до 1938 года. В 1938 году, ну действительно, он покидает нацистскую Германию, он порывает с нацистами, считается, что он подвергался каким-то невидимным преследованиям. Но я должен сказать, что те, кого нацисты действительно хотели подавить или уничтожить, они действительно подавили и уничтожили. В этом нацисты были мастера. Я выражаю надежду, что после этой дискуссии и тот ажиотаж, который могли создать в том числе активы дня и студенты РГГУ, что он заставит правящий класс задуматься, стоит ли лишний раз цитировать такого деятеля, который протягивает такую, допустим, прямую идеологическую связь между белобардистским монархизмом и нацистским авторитаризмом, который отказывает от субъектности народу, который говорит о чувстве ранга, который, опять же, не отказывается от своих фашистских взглядов. Ну, типичный коллаборант, опять же, если бы сегодня появился бы такой леген, я думаю, что он сегодня уже получил бы букет статей и по современному законодательству. В связи с чем, конечно, эту тему и на круглом столе молодежной политики мы не могли обойти, потому что молодежная политика это комплекс очень различных вопросов, в том числе, конечно, и вопросов идеологических, и вопросов и студенческого самоуправления, и вопросов таких мировоззренческих. Наверное, кстати, еще, мне кажется, важная тоже такая дискуссия, когда, по-моему, ректор РГГУ собрал студентов на какую-то лекцию, как я понимаю, закрытую, один из студентов попытался ему задать вопрос, а могли бы ли вы процитировать Ильина, вот глядя в глаза ветерана Великой Отечественной войны. Ну, естественно, руководство УЗА от ответа ушло. Но мне кажется, это уход от ответа, это самый красноречивый ответ, какой только может быть. Поэтому я выражаю надежду, что вот это опубличивание, продолжение дискуссии, во-первых, позволит большому кругу людей вообще ознакомиться с таким деятелем, с подобными деятелями, и, конечно же, это остановит вот его такое внедрение и насаждение. Встреча с ректором проходила довольно интересно. Началось все с того, за день или два, по-моему, до этой встречи, что о ней нам рассказали некоторые члены нашей инициативы, узнав от администрации о том, что что-то такое планируется. Позже, если не ошибаюсь, в паблике исторического факультета РГГУ опубликовали пост, рассказывающий об этой встрече, а через некоторое время его почему-то удалили. Наверное, надавили на них. И потом прошла информация от старост вроде, что попасть на эту встречу с ректором можно только по записи и по два человека с факультета. Но в итоге пришло много человек и пустили всех. По поводу этой встречи еще запись этой встречи с тайм-кодами мы выложили в нашей группе. Там ее можно прослушать и почитать некоторые отрывки. На нее пришли сам ректор Безбородов и еще несколько членов администрации. Также человек, наверное, 70 студентов и некоторые члены нашей инициативной группы. И если кратко, что там было? Нас пытались убедить в том, что мы неправильно понимаем труды Ильина, что плохо их читали или вообще не читали. так же в том, что Ильин не поддерживал никакой нацизм и в итоге вообще даже отрекся, хотя, может быть, я немного преувеличиваю их слова, и то, что его вообще преследовало германское правительство, из-за чего ему пришлось уехать в Швейцарию в 1938 году. Ильин совершенно беспрепятственно выехал в Швейцарию, где и благополучно пережил Вторую мировую Великую Отечественную войну. статьи, которые он там писал, носили, в общем-то, нейтральный характер. Это очень осторожные тексты, в которых обходятся все острые углы. И да, конечно, Ильин думал о своей безопасности находясь в Швейцарии, потому что Швейцария придерживалась нейтралитета, но это было скорее, в общем-то, в первой половине войны это был дружеский нейтралитет по отношению к манцистской Германии. На вопросы довода со стороны студентов отвечали, что мы передергиваем факты, хамим и так далее. Также почему-то об этой встрече в итоге не осталось никаких упоминаний в официальных пабликах РГГУ, хотя там были фотографы и по-любому кто-то вел хоть какой-то протокол этой встречи. То есть нас, можно сказать, попытались загасить. Проходила информация, что на встрече с ректором были формулировки, дескать, вас чуть ли не запад на это на все натравил, что вы какие-то агенты украинских спецслужб, американских, кого-то еще. Это соответствует действительности? Нет, это совсем не соответствует действительности. Это вы, как понимая, по информационной кампании, которые ведут наши противники. С первых дней почему-то начала проходить информация о том, что мы и правда являемся якобы агентами НАТО, ЦРУ, ЦИПСО, Запада. Мы обычные студенты из различных вузов. И мы сами следим о том, что пишут различные сторонники Ильина, и в целом могу сказать, что они просто пытаются всякими способами нас дискредитировать. В подавляющем большинстве это даже не студенты и не РГГУ. С такими мы еще не сталкивались, по крайней мере, а если сталкивались, то их единицы. В основном это неравнодушные правые силы сторонники национализма и монархизма с популярных платформ и непопулярных такие как Сыны Монархии, Царь Град и тому подобное. Тема приняла широкий резонанс, потому что по факту начали повсюду внедрять весьма одиозного деятеля, коллаборанта, который не отказался от своих фашистских взглядов, если посмотреть на хронологию его работ. В принципе, его взгляды они сохранялись на протяжении всей его активной деятельности. Он напрямую сотрудничал с нацистской Германии, он работал в ведомстве Гебберса, его работа это апологетика фашизма, а еще это апологетика тирании, это отказ народу в субъектности, это выпячивание вперед так называемого чувства ранга, такой начальник всегда прав, это отказ социального государства, это совершенно антиконституционные на сегодняшний взгляд взгляды для нашей страны. И вот мы сегодня в преддверии 80-летия победы пытаемся поднять на щит человека, который служил за деньги Адольфу Гитлеру, который прочитав Майнкапф, где прямым текстом было сказано, что Россия должна стать ареной жизненного пространства для германцев, тем не менее, пел фюреру Ассанну и писал про него статьи, которые, ну как минимум одну статью, которая сегодня совершенно точно подпадает под закон реабилитации нацизма. Человека, который в 41-м году предсказывал падение коммунистического режима под ударами вермахта или национальную революцию и даже соглашался на длительную оккупацию советской России, лишь бы погиб коммунизм в результате освобождения союзниками, человек, который в Третьей мировой ядерной войне был бы на стороне блока НАТО и, в принципе, прямо об этом признавался, мы его пытаемся превратить в какого-то национального героя. Я считаю, что это атака на великую победу.